Сегодня поговорим о толковом портативном осциллографе DS-213. Итак, портативный ослик DS-213 от компании Mini-Ware. Конечно, хочется сказать, что это замечательный подарок человеку, увлекающемуся электроникой. Дороговатый, но за эти деньги вы получаете действительно рабочий прибор, два канала полностью аналоговых и еще два цифровых с уровнем до 5 вольт. Заявленная полоса до 15 МГц. Красивый, стильный и функциональный. По классике начнем с распаковки. По комплектации. В коробке нас ждет помимо самого осциллографа два щупа, шестигранник, USB кабель и инструкция. Да, за счет малого корпуса разъемы тут не стандартные BNC, а мелкие MCX. Мне они не нравятся, конечно, но с учетом толщины прибора поставить BNC просто не было возможности. Поэтому я понимаю разработчиков. Взглянем на сам прибор повнимательней. Слева от торца у нас два разъема аналоговых входов и выход генератора. С правой стороны два входа цифровых, USB разъем и тумблер включения. Сверху четыре кнопки управления и два энкодера. Включаем. Видим меню. Грубо говоря, один энкодер служит для перемещения по пунктам меню, второй для настройки. Кнопками вызываются меню старт, стоп и прочие функции. Первое, что необходимо сделать при получении осциллографа, это настроить его щупы и запустить самокалибровку. И вот тут вам предстоит интересное дело. Шестигранником откручиваем заднюю крышку и получаем доступ к четырем отверстиям. Тут по два конденсатора на канал. Один калибрует щуп в положении X1, второй в положении X10. Один щуп втыкаем в выход генератора, переводим его в режим X1, второй щуп втыкаем в аналоговый вход и начинаем крутить конденсатор, добиваясь максимально красивого меандра. Замечательно. Поразительно. Гениально. Крутить, конечно же, нужно диэлектрической отверткой. Повторяем все то же самое для режима X1 и X10 для второго канала. Далее самокалибровка. Запускается нажатием двух кнопок. Треугольник и кружок. Ну и пока мы разобрали ослик, давайте посмотрим схемотехнику. По входу видим несколько оптопар. Операционники. Аналоговые мультиплексоры. Много рассыпухи. Вообще тут стоит заметить, что на осциллографе есть схема, в которой можно изучить, что тут вообще стоит и зачем. После аналоговых цепей сигнал подается на двухканальный АЦП 9288 и с него уходит на две ФПГА микрухи, с которых сигнал подается на F103 стемку. Это радует. Заявленная полоса пропускания слографа 15 МГц, при этом аналоговые мультиплексоры, установленные в схеме, с полосой пропускания 160-170 МГц, АЦП с частотой стемплирования 100 МГц в секунду. Да еще и потом все это в ФПГА обрабатывается. Знаете, после FNIRC плакать хочется от того, как тут все продумано. Хотя, конечно, можно было сделать лучше, но сделано хорошо. Сигналы с двух цифровых входов попадают просто через делитель в ФПГА. Ссылочку на схему оставлю. Кому интересно, переходите в описание и смотрите. Очень залипательная она получилась. Да, кстати, в целом Ослик сделан по лицензии CC Creative. А значит, есть исходные коды этого чуда. И энтузиасты уже кое-что пилят на него. Я находил прошивку с измененным режимом отображения. Давайте прямо сейчас возьмем ее и зальем. Подключим Ослик к компьютеру, зажимаем кнопку play и включаем. Осциллограф запускается в режиме DFU. Теперь поочередно скидываем три файла прошивки и перезапускаем. Все, прошивка обновлена. По частотам я потратил один вечерочек, пробежался по диапазону своим генератором и получил примерно вот такую картину для очистки. Да, аналоговая часть входных цепей плавно заваливается. Но по уровню минус 3 дБ, 15 МГц с запасом проходят. Можно считать, что китайцы не наврали. Сигнал о 15 и даже 20 МГц он будет показывать. Но амплитуда будет уже просаживаться. Но из-за того, что минимальная развертка это 100 нс, то сигналы таких частот уже будут малоразборчивые. Также конкретно мой экземпляр попался с браком. На втором канале наблюдаются цифровые выбросы. Природу которых я пока не выявил. Но при подготовке обзора написал производителям. Может чего подскажут, как поправить. Посмотрим. А еще меня дернуло порассматривать экран под микроскопом. Да, и я увидел разметочные пиксели, оставленные видимо для дебага. Теперь я не могу их разведить. На самом деле осциллограф пришел мне еще в мае. Но я не торопился делать на него обзор, потому как хотелось все хорошо пощупать, прежде чем выносить какой-то субъективный вердикт. Что скажешь? Штучка крайне прикольная. Я бы сказал отличная игрушка для гиков. Хотя я по-прежнему считаю, что это все-таки показометр. Но для своих размеров, в полностью алюминиевом корпусе, красивенький такой. Этот, не побоюсь слова, прибор на голову выше тех показометров, которые популярны на Али. Но я бы не советовал его покупать в целом. Повторюсь, это отличный подарок электронщику на днюху. Но если у вас появляется желание купить себе сциллограф, то лучше покупайте полноразмерный вариант для лабораторий. Хантек или еще лучше Ригл. Хотя этот малыш, конечно, будет радовать вас своей мимишностью и портативностью. Ну и не забываем, что исходники прошивки открыты. В общем, двоякие ощущения. Штучка помогла мне в нескольких проектах, в ремонтах. Я остался доволен. А как вы думаете, друзья? Толковый прибор или все-таки игрушка? Пишите в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал и поставить лайк. Увидимся в новых видео. А с вами, как всегда, был Андрей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok